Сексуальная жизнь Адольфа Гитлера стоила жизни почти всем его любовницам. Политическая обошлась человечеству 50 миллионов жизней. К браку он относился отрицательно, считал, что лучше иметь любовницу, нежели жену. По возрасту все любовницы в среднем были моложе его на 20 лет. Гитлер знал и использовал влияние, которое он оказывал на женщин. Женщины часто делали большие взносы для партии. Именно этих женщин известны. Княгиня Контакузен, жена известного мюнкетского издателя, принцесса фон Гоганглое, дававшая много денег нацистам и многие другие, о которых история просто умалчивает. Первой известной историей любовницы Гитлера была Шарлотта Лобжуа, француженка, дочь мясника, хорошо говорила по-немецки, выглядела как цыганка. Она впервые встретилась с ним в 16-м году, ей было 18, ему 27. В марте 18-го года она родила внебрачного сына Жанна Лорре. По одной из версий это сын Гитлера. Эрна, старшая сестра, друга Гитлера, а затем личного пилота. По некоторым данным была даже обручена с Гитлером, красивая, очаровательная, культурная и умная. Невестка композитора Вагнера тоже могла стать женой Гитлера. Отношения с ней продолжались до конца 40-го года. Гели Раубаль, моложе на 19 лет, его племянница, дочь его единокровной сестры, общий отец. Их связь продолжалась с 25-го и до самой ее смерти в 31-м году. Гитлер фактически держал ее под замком. После ссоры с ним застрелилась из его пистолета. Перед самоубийством была беременна. Обстоятельства и мотивы самоубийства до сих пор неизвестны. После ее смерти он стал вегетарианцем, никогда больше не ел мясо и блюда, приготовленные животным жиром. Мария, которую Гитлер называл Митци Киско, вступила в отношения с ним в 16 лет, в 26-м году. Он пообещал ей брак, а в 27-м году ее полумертвую вынимает из петли и с трудом возвращает к жизни. В 31-м году после смерти Гели Гитлер некоторое время провел в слезах австрийской оперной певицы и актрисы. Красавица Лейни, актриса, режиссер, профессиональная танцовщица. Побывав в 32-м году на одном из выступлений Гитлера, Лейни была очарована его выступлением и написала ему письмо с просьбой о личной встрече. Гитлер не мог пройти мимо этой удивительной энергичной женщины. Среди современниц она была белой вороной, летала на самолетах, плавала по морям, ходила по пустыням и снимала, снимала, снимала. Юнити практически поклонялась ему. Он, покоренный ее красотой и умом, прислушивался к ее мнению. Она была единственной женщиной, на которой Гитлер собирался жениться. Она склоняла его к союзу Германии и Англии. Но в 39-м году с объявлением войны эта мечта рухнула, и она попыталась застрелиться. Но выжила с полей, застрявшей у нее в голове. Она прожила прикованная к постели, практически не приходя в сознание, еще 9 лет. Рената – популярная немецкая актриса. В 31-33 годах называли ее идеалом арийской женщины. В 37-м году она имела эпизодические связи с Гитлером. В этом же году Мюллер выпала из окна гостиницы. Неизвестно, была ли это случайность, самоубийство или убийство. Сара, шведская актриса и певица, оказалась настоящим постельным бизнесменом, использовавшая близость с Гитлером для выманивания денег на производство фильмов и высокие гонорары. Ошарашенный министр пропаганды Геббертс в сердцах называл ее «врагом Германии». По воспоминаниям ее современников, она была самой красивой женщиной, когда-либо снимавшейся в кино. Гитлер был большим поклонником жены одного из чиновников нацистской партии Ингелей. По слухам, у них был роман. У Гитлера был портрет Леи в обнаженном виде, который висел в гостиной в одной из его квартир. Леи совершила самоубийство в 1942 году. Ольга Чехова. Не зная немецкого языка, красивая, умная русская, становится государственной актрисой Третьего рейха. После войны Ольга Константиновна Книпер-Чехова практически не снималась. Она умерла в 1980 году от рака мозга в Европе. Уже после ее смерти появилось две ошеломляющие новости. Первая гласила, что знаменитая янтарная комната спрятана в бункере Гитлера в Тюринге с кодовым названием «Ольга», а вторая, что актриса всю жизнь работала на НКВД. Магда Геббельс. Она просто не могла не стать любимицей фюрера. И она стала ею. Нацистская пропаганда называла Магду немецкой суперматерью. Она родила семерых детей. Не было ни одной женщины столь же близкой к Гитлеру, как она. А в кулуарах шептали, что не все ее дети могут считать отцом Геббельса. Ева Браун пробыла в статусе любовницы 13 лет. В августе 1932 года она попыталась застрелиться, однако пуля застряла в шее и ее легко удалили. После этого она заняла прочное место в жизни Гитлера. Он поверил, что девушка его действительно любит. Но в 1935 году она опять совершила попытку самоубийства, приняв большую дозу снотворного. И все-таки она стала его женой. Бракосочетание Гитлера и Евы Браун состоялось 29 апреля 1945 года. Свидетелями на свадьбе были Мартин Борман и Йозеф Хевбельс. 30 апреля 1945 года супруги совершили совместное самоубийство. Их тела были преданы огню во дворе рейх-канцелярии в Берлине. Марлен Дитрих была его любимой актрисой, и Гитлер никогда не стеснялся говорить об этом. Ну а удалось ли фюреру затащить свою любимецу в постель навсегда останется тайной. В 37 году Дитрих приняла американское гражданство, но ее горячий поклонник до последнего хотел, чтобы она вернулась в Германию. Возможно, она стала единственной женщиной в мире, отказавшей Адольфу в любезности побыть его официальной любовницей.